Фен портативный. И дальше, потому что их там много и мы реально задумываем. Так, фен, раз, чайка и ремингтон, это у нас бритва старая. Да, бритва. 66-73 год, ну бывает, позаимствовали все абсолютно, даже меточки, даже черточки, даже название в том же месте. Ну бывает, ладно, проехали. Значит еще одна, это женская, я так понимаю, машиночка для волос. Зачем там игла, я так и не понял. Ну наше ноу-хау, этим оно и отличается, и футляра, наверное, нет. Это, наверное, когда током будет бить, чтоб ты себя кольнул, деснится ли тебе это? Может быть и так, да. Бывает, хорошо, так, это что у нас за фигня, а, видеоаппаратура. Так. Ну, корпус у нас чуть-чуть другой, смотри. Ну, ящичек, да, как-то вот чуть-чуть отличается, но, правда, мысль опять пришла в две разные головы. Ну что, две разные головы, ты посмотри, как катушки стоят. Это основа конструкции. Ну бывает. Давай дальше основа конструкции. Хорошо. Так, калькуляторы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, какая. Ну тут сразу скажут, наверное, наверное. Это просто сами додумались, потому что один и тот же ход, и вот так случилось. Да. Потому что поставили задачу сделать удобный калькулятор, а законы удобности одни. И буржуи вообще у нас спиздили, вот и всё. Да, всё. Поехали дальше. Чипы. 90-е и 80-е. 10 лет разницы назад в будущее, я думаю, эту версию продвигать. Идём дальше. Хорошо. Ниндендо, электроника. Да нет, а у нас придумали такие игры вообще. Всё у нас придумали. 83-й, 88-й. Ну, небольшая разница. 5 лет можно где-то и потом придумать в Википедии дописать. Да, даже всё одинаковое. Ну ладно. Ай-яй-яй, Тула. Бедная женщина наших швей. Неужели? Ты причем заметь, Тула вручную крутил? А, ну да. А там провод. Ё-моё. 56-й, 58-й. Ну, советская женщина. Хоть у Тулы, видишь, тоже был провод. Наверное, с расчетом на то, что перебои с электричеством. А, вот. Так у нас лучше, у нас она многозадачная. Вот. Да. А следующая электроника БМ-01 у меня такая есть даже. Да, кстати. Слушай, у меня тоже была точно такая же. Я ещё слушал сказки. Про изумрудный город. Ну, дерево разное. Это, во-первых. Во-вторых, изгиб вот этой вот головочки, ну, держателя головки разный. В-третьих, кнопочки-то тоже разные. Ну, не кнопочки, а эти, блин, как его, регулировка. Тоже разные. Там квадратные, там кругленькие. Если я скажу, что мужик, который очень это всё дело любит, мне говорил, что оно спизжено, и он может это мне гарантировать, только он не помнит. И чего? Ну, я думаю, ему верить стоит. Ну, ладно, поверим. Хорошо. Два года разницы. Ой-ой-ой-ой. Шмель-1. Даже это. Даже все штучки на нём. 81. 11 лет прошло, и потом додумались. Ну, да. Да, бывает. Пылесосы, чаечка, совсем не похож. Вот это вот вообще разница колоссальная. Вообще, даже я не хочу обсуждать. Идём дальше. Идём дальше. Хотя один в один. Ну, ладно. Ещё электроника. Вы смотрите, как у нас электроника с Casio сотрудничали. Прямо всё по лицензии производили. Всё полностью, всё. У них одни те сами умы сидели. Хорошо, что переводили. Это не так, как у китайцев, что они переводить не в состоянии. Наши переводить умели. Да? Ты посмотри, что они на дисплее пишут. А, Рэдди. Электроники. А ё-моё, как же ж это так получилось. Страшно. На такие вещи смотреть. Hasselblad. Салют. Ну... Ну, что тебе сказать. Наверное, тыкнуть дальше стоит. Да. Как-то похуже оно. Ладно. Хорошо. Опять бритва. Да, тут даже и вопросов не возникает. Как-то стыдно. Идём дальше. Самсунг. Электроника. 79-87. Опять 10 лет разница. Неужели мы на 10 лет отставали? Мы на 10 лет обгоняли. Неправда. Просто у них время от одного считается. А у нас наоборот. Да. Ниндендо. Хорошо. Ниндендо и электроника. Ну, все знают этих. Все волчек и братиков. Ну да. Все такие вещи. Опять же, три года разницы бывает. Правда, все хвастаются, что у нас такая игрушечка была офигенная. И это наша советская. Оказалось, не наша. Ой-ой-ой. Неужели и эта игрушечка тоже была? Да, у меня такой был. Там, если посмотришь, у него там на спине есть циферки. Это были разные программы, так сказать. Да. Ты их там тыкал. Он там мог пульнуть какую-то хрень. Куда-то там ехать. Робот прямо. Да, 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 да. Только вот мало того, что всё спиздили, так ещё и даже на клеечку другие цвета просто покрасить. Ай-яй-яй. И шесть лет разницы. Ладно, ещё один пылесос. Ну, Москва слезам не верит. Ничего, нормальный пылесосик. Ну, спиздили. Ну, бывает. Ну, ладно, дальше. Так. Машинка Рига. Даже... Ой-ой-ой. А вот это у меня было такое дело. И это я хотел бы не согласиться, но, блин. Ну, блин, да. Насколько же они чертяки похожи. Да. Так. Ладно. Особенно выжиматель вот этот был классный. Ха-ха-ха. И там такие прикольные вот эти вот. Я знаю. У меня тоже был такой. Ну, ладно. Хорошо. Так. Sony. Электроника. Шесть лет разницы. Нет. Ну, мы сами придумали. У нас же вообще все эти электроники были вообще самостоятельные. Видишь, у них то Sony делал, а то Panasonic. А у нас один завод. Какие умы сидели? Кнопочки даже одинаковые. Блин. Вот это палево. Минолта. Киев Вега. Шпионский аппаратик. Такой суперский. Да. Пять лет разницы. Ну, ничего, ничего, ничего. Знаешь, что самое смешное? Если какой-то наш шпион побежал, сфоткал шпионский этот фотоаппарат и получился наш шпионский фотоаппарат. Только сфоткал то он еще пока не на… А, не, он сфоткал чужой фотоаппарат шпионский на тоже чужой шпионский. А, все, тогда я понял логику. Ладно, проехали. А, звезда пятьдесят тони. Ну ты что, это символ вообще, символ вот этой вот эпохи. И как ты мог так жестоко постебаться над ним? Я не хотел… То есть, пятьдесят второй, получается, пятьдесят четвертые годы. И ты, выходит, рушишь тут буквально все. Теперь на Мэдни невозможно смотреть, потому что выходит, что там все, что показывают, оно буржуйское, причем американское. Одно дело украсть у Немчур после Второй мировой, так как они должны, а другое дело же у этих пиндосов. Ну, про пиндосов что же говорят? Ничего страшного, потому что они не хотели открывать второй фронт. Так они ж тупые. Профиг на Африку, пофиг на Афлантику. Они ж тупые. Как они могли все придумать, это раньше нас? Да, да. Спионы у них работали. Опять электроника. Слушай, ну такое впечатление, что электроника особо не заморачивалась. Ну ты тыкай дальше. Брали, да и все. Скопировали, ну сделаем, ну подумаешь. Так, Десна. Да не, ну ничего похожего. Даже микрофоны разные. Коробочка разная, правда. Та металлическая у нас надежно делали. Мне нравятся советские провода такие. Ух. Да, вот. На случай ядерной войны. Да. Так, значит, Микма и Браун. У нас упаковочка другая. Неэполовская, конечно, но зато погрубее. Более мужская. На века. На века, да. Так, Москва 1. 46-й год. Ну ладно, это война. Все сложности туда-сюда. Крепления одинаковые. Ну то такое дело. Ай-яй-яй, КВН. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тоже один из символов эпохи. И выходит вот такие вот нехорошие прикрости. Да, ничего не сделаешь. Электроника V201. Это была мечта. Кто до нее дорывался, тот оставался там навсегда. Это просто я не знаю. Там человек, у которого во дворе была вот эта вот штука, он был богом. Ну, в спектрум в свое время тоже такой делал эффект там в Англии. Ну правда на 7 лет раньше, но то уже другие времена. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, как же все хвастались, когда они показывали электронику вот эту вот 80-го года. Как она красива, какой дизайн, какой цвет. Я супер-пупер чувак, а стоило оно дофига бабла. А выходит, что в 73-м году уже буржуи долбанные пользовались. Я забыл, такой есть дядька Патон, мой хороший товарищ. Я не помню, такая ли электроника, либо следующая. Она стоила чуть не как мотоцикл Ява. Да, очень дорого такие вещи стоили. Блин, так их жалко было потом сдавать на цвет мет. Но приходилось, ибо за цвет мет тоже давали денежку. Е-мое. Эликон автофокус. Коника. Коника. Нет, Коника, ты не права. Вообще не права. Однозначно. Однозначно. Так, ладно, хорошо. Тбилиси. Да, зажигалочка Тбилиси. Даже зажигалочки. Вот это мы, конечно... Видишь, ну один год задача стояла одна. И угадали с дизайном, совсем угадали. Ну хоть зажигалочки, да. Законы курильщиков одни. Это они у нас украли, однозначно. Да, шпионы. Угу. Шпион. Ради зажигалки, да. Так, утюги. Та не, ну блин. Если даже помнишь, на этих утюгах провод был такой же. Да. 80 лет... Ой, тьфу. Хотел сказать, 80 лет разницы. Ну, 20 лет разницы почти получается. Ах, 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 ах. Как же это жестко. 20 лет разницы, да. Утюжки. У бабушки был такой, ладно. Да. За рулем. За рулем. Детки тоже катались на буржуйской фигне. Вот это вот перестройка все. Так. Вихрь. 56-й год. Советский человек думает, что он оторвался и улетел в космос в своем развитии, в великолепных гаджетах, которые заполнили его квартира. Выходит еще в 47-м году. Какой-то сраный МакАлистер свой пылесос ходил по домам продавал. Да. Ай-яй-яй. Как он посмел. И тут и клеммы тоже наверняка по такой же теме распространялись. Все. Полностью. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А Харьков, а Харьков. Ну, за что же ты меня покинул, Харьков? Так, ладно. IBM. Ой-ой-ой, такая тема хорошая. Которая отдельно можно обсуждать бесконечно, но… Насчет, кстати, микроэлектроники, как говорили, самая большая микроэлектроника советская. Вот, есть мужик, с которым я очень много общался, он за Советский Союз работал над ракетами. Угу. Вот он говорил, что всякие советские компьютеры имели инструкцию на английском. Хе-хе. И даже перфокарты. Ага. Знаешь перфокарты? Ну, кто знает перфокарты? Моя бабушка работала в научном центре, и она мне когда-то для шпаргалок нанесла этих перфокарт. Да-да, их осталось потом дофига. Да, но меня что-то стримало одно, что там писало IBM. Ай-яй-яй, какая нехорошая. Если даже есть, и у меня еще где-то осталось, я сфоткаю его, ты потом под стримом. Сериал вот есть немецкий, 1984, по-моему, там показывают, как вот этот первый компьютер, по-моему, обратной разработкой спиздили. Хе-хе. Бритвы просто полыхают, атмосфера загрязняется, кораллы вымирают. Идеал. Я предлагаю бритву Идеал. Побрейте жопу, чтобы не воняло, когда взрываться будет. 70-й год, а в 58-м уже буржуи свои жопы брили этой бритвой. Сволочи просто. Так. Электроника М-15. Ну, понятно, с электроникой все понятно, куда ни ткни. Да. Везде все спизжено. Ясно. Ну, опять же. О, вот это вот, наверное, ты имел в виду, электроника дофига стоила. Вот эту штуку я помню. Сосед еще хвастался так долго ей. Ха-ха-ха. Видиком? Я был очень маленьким. Не. Электроника М-12. Вот это вот. Это ж что? А, это Видик у нас был разве? Ну да. Подожди. А, да, все правильно. Я спутал. Да. Значит, не. Он другим хвастался. Все, 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 да. Не, Видик то потом стоял во всех этих, блин. Там демонстрировали в кинозалах, да. Разные боевички. Очень крутые. Красные драконы. Все такое. Ладно. Электроника им. 96. Ну, такую игрушечку. Ладно, ладно. Хорошо. Проехали. Электроника. Угу. Угу. Ну, похоже, похоже. 86. 86. 91. Не так уж много. Можно где-то в Википедии дописать было бы. Олимпус. Электрон. Минитар 2. Ну да, да. Бывает, бывает. Но ничего. Механизмы зато тут скругленные. Тут более квадратные все вещи. По-советски. По-нашему. Зорки. Зорки. Да. Даже такое. Да неужто. Ну, ладно. Эээ, так. Шарп. Нет, да. Тут разное. Тут даже, на первый взгляд, сразу разное получается. Все разное. 1973-го, 1974-го года, да. Даже... МК-71 тоже разное, абсолютно. Калькуляторы вообще все разные были. Видишь, солнечные эти батареи, разные. Да. Вообще не похожи ни разу. Ой. Вот это Юность 3 я пропускаю, потому что это слишком. Даже для меня, потому что сколько я времени провел за этим делом, я считал, что это достижение Советского Союза, который считает, что дети должны развиваться и приучаться к труду с самого детства. А выходит, что это гребаные буржуи создали такую прелесть. Десять лет до того, как мы изобрели и стали обучать наших детей труду. Мидвой сия дэвил, морской бой, тоже как-то вот, ну тут чуть-чуть корпус перепаковали, ну тут такое дело. Ну видишь, у морского боя есть шуфляда, открываешь, тоже подножка выходит. Как же трудно на него было попасть. Да, вот и регистрации были. Однозначно. Фэд, ай-яй-яй-яй-яй-яй, не, ну, 34-й год, 32-й. Ну ладно, там простительно, сталинские времена. Электроника, видеоспорт. Тут тоже разница большая. Ну да ладно. С видеоиграми, может быть, таких особых заблуждений не было. Но с утюгами это слишком. Утюги это вообще жесть. Ну не все время уж, бляха, уголь кидать. Да. Хоть так. Опять электроника, но с электроникой я даже сосредотачиваться не буду. Супер кубики. Угу. 84-й, 89-й, ну ладно. Apple 2 и Agat. О боже. У нас какой гламурный компьютер был, оказывается, розовый? А ты думал. Да ты что? Что так плохо было в Светском Союзе? Ну подумаешь, разница там на 7 лет, ну то такое. Подумаешь, наверное, глаза на стенку лезли. Интересно, к нему мышка полагалась или нет? А, пойди полагалась, если клава, да, то... Я думаю, за отдельные деньги. Монитор, правда, у нас чуть-чуть поменьше был, но зато вот там была регулировочка. Он телевизионный наверняка был. Да? Ага, ну ладно. Так, опять тут калькуляторы. Ну да ладно, мы уже как-то привыкли, поэтому даже не бомбит. Мелодия. Значит, Грюндик, Мелодия. Война ведь окончилась, зачем же красть? 55-й, 56-й, е-мое. Наверное, мало вывезли в 40-й. Я даже разницы не могу найти. Ну как, ручка? В названии. А, цвет, название, ручка, точно. Ты представляешь? А может тут просто ручка сломанная у Грюндига? Может, кстати. Выдвинутая. Она, наверное, выдвигалась туда-сюда или сломанная. Может быть, чтобы его носить как чемодан. Ну, сложно разницу найти. Ладно, хорошо. Тут вот это вот что-то подобное было. Да, хорошо. Так, быстрица. Быстрица. Быстрица, да, быстрица, е-мое. Ах, как сложно было такие формы копировать. Старт 3. Стартанули мы неплохо. Ай, пропустил. Ломо Компакт Автомат. Отвыду. Даже на латинице написали ломо, но все равно не пошло. Не пошло. Там не оценили за бугром. Однозначно. Сибирь 3. А вот похоже у меня даже была. Я даже кота хотел в космос отправить, в центрифунги. И как? Отец сказал, пожалей кота. Я понял. И кот выжил. Но Сибирь от этого меньше, чем... Меньше похоже на хаверматик не стало, да? Три года разницы. Ой, так, значит, опять утюги. Ну, блин, неужели все утюги были тупо спиджины? Причем с разницей в 10-13 лет. Да, после утюга идет БК-1500. Это кондиционер советский. Да, висел везде. Украшал Дания. Я что-то не помню везде, чтобы он висел. Да, я шучу, ладно. Я в них не разбирался тогда. Я без понятия, какие они висели. Ну и... Ед, на что он похож? Он? Да. На что он, лицензия? А, лицензия Hitachi. Все, ладно. Все, окей. Договорились. Видать, спиздить не могли. Просто взяли, купили. Опять очередной. Индивидуальный, эксклюзивный калькулятор электроника. Ну ладно. Так, значит, опять еще очередное. Это было... Как оно называлось? Ну это типа мини синтезатор. Да. Вот что-то типа такое, да. Ладно, хорошо. Не похоже. Кнопочки разного цвета, однозначно. Да. Так, сигнальный армейский трехсветный... Не, ну подожди. 39-й, 54-й. Ну, может, потому что мы были великим другом Гитлера тогда. И он нам подарил лицензию, в смысле? Ну да, но аж в 54-м его призрак явился. Говорит, пацаны. Я вам лицензию подарил, выпускайте. Да, и они такие, окей. Хорошо, и выпустили, я понял. Арифмометр? То есть до своего арифмометра мы додуматься не могли? Сложно было, зачем? Через 14 лет, да? Ну, а ты думал. Ну, как раз надо было вот ракеты Гагарина в космос. Да, и арифмометр, и 14 лет разницы. Ну, вот фон Браун начал как раз в те годы. Ему придумали арифмометр. Королёв, когда начал нормально, по сути, этим всем заниматься? Ну, вот видишь, всё сходится. Ага. Когда надо было, тогда и придумали, короче. Или украли. Ну, тут бывает. Опять электроника наша любимая. 87-й, 75-й. Ну, у нас... Хотел что-то сказать, но что-то ничего в голову не лезет. Ладно, идём дальше. Даже бинокли. Да, здесь мне даже и сказать нечего. Ладно, хорошо. Киев 35. Какая крышечка откидная, оригинальная. И тут такое палево, что и сказать нечего. Вот так. Молочко в пирамидочке. Ё-моё. 9 лет прошло. Оборудование, лицензию мы закупили. Начали выпускать. Да, потому что, видимо, сложно было самим придумать. Ну, великий Советский Союз, могучий и непобедимый. Миллионы учёных трудились на благо общества. Вятка, автомат, лицензия. От индезита. Ай-яй-яй, хорошая машина, конечно, индезит. Ну, вообще индезит хорошая техника. Но вятка получается, да. Вот она такая вятка, короче. Ага, книжечки. Друзья, многие из нас могут разговаривать очень долго про то, какие книжечки тупо были спизжены, переведены. А потом деткам в школах и в остальных вещах других показывались и выдавались, как величайший труд советского писателя, который мог всё придумать сам и всё оригинально. На Западе потом пиздили. Ну, правда, 16 лет разницы как бы в пользу Запада, но то такое дело. Доктор Айболит, правильно. Что у доктора болит? Он о том и говорит. Я представляю, что там в чате кому что болит. Нет, они, наверное, уже успокоились. Они уже устали просто. Сдались. Просто сдались. С мягкой не поговорили. Просто сдались. Так, ладно, хорошо, друзья. Ну, мы как бы всё равно потихоньку приближаемся к концу, так что вы не сдавайтесь. Я думаю, вы доживёте до конца. Так, IBM, System. Ну, да, понятно. Дальше, да. Так, Волшебник из Мрудного города. Представляете, той же разница в 40 лет. Но там, правда, у нас Волков создал целую эпопею. Он там начал рассказывать, кучу книг написал. Поэтому, можно сказать, что по мотивам. Но детки думали, что это наше. И росли на всём советском. Почти. А вот после ОЗА, фотоаппараты, у меня был такой Киев даже. А оказывается, он не Киев. Нихуя. Оказывается, он Зейс. Да. Извините за выражение, но выходит... Если копнуть, то, как правильно, здесь первый вопрос задан был в чате. А может быть, легче найти то, что было своё? А вот здесь я бы поспорил, потому что, наверное, это будет сложнее гораздо. Фед микрон. О, опять Чикаго. Опять наши вот эти вот джинсовые пуговки, до которых наши великолепные умы не могли додуматься. Да.